Друзья, всем привет! Сегодня я бы хотел начать небольшой цикл обзоров и тестов, скорее даже для меня, чем для моих зрителей, потому что мне самому это очень интересно, как это работает. Итак, сегодня мы начнем с первой нашей камеры. Вообще мы будем говорить о камерах 16 на 9, о том, насколько это удобно, насколько это хорошо. Сейчас появилось довольно много камер 16 на 9. У нас у всех есть возможность купить очки 16 на 9, у многих они уже есть. Сейчас у меня очки как раз 16 на 9, и мы посмотрим, насколько такая камера будет лучше передавать картинку. Итак, как видно, это Foxyre. Это камера Foxyre, Foxyre Monster V2. Камера на самом деле не совсем-совсем с пыложаром новая, но тем не менее она появилась буквально месяца два назад. Через пару дней, кроме того, мы рассмотрим еще камеру от E-Chain, E-Chin, E-Kin, как ее только не называют. Это от C800T, она тоже 16 на 9, и она повышенного разрешения. Она разрешение не такого высокого, как от этой камеры, но тем не менее тоже высокого. Первая монстра отличалась тем, что у нее был огромный сенсор, огромное разрешение этого сенсора, но были проблемы с OSD, были проблемы с задержкой. У этой камеры задержку поправили, задержка здесь точно такая же, как на камере Swift обычной. То есть никаких у нас претензий к задержке быть не может. Кроме того, они подправились в совместимости с разными OSD. Коробок. Коробок такого вида. О, здорово! Как и на Arrow V3, на обзор, на который я делал, в принципе, вот здесь, возможно, где-то появится ролик, а также я оставлю ссылку в описании, на V3 я делал, комплектация была, в принципе, очень и очень похожая. Итак, у нас есть скоба. Скоба у нас практически нет, ну, точно такая же скоба, только теперь не синего цвета, а оранжевого по цвету камеры. Камера у нас без закладных, но с тремя отверстиями, даже если вы два нижних, например, сорвете, корпус можно перевернуть, перевернуть камеру и поставить на оставшиеся. Тут есть какие-то болтики для крепления камеры вниз, для крепления камеры с боков. Есть кабелёчки. Кабелёчек, кстати, очень похож на кабелёчек, который бывает в видеопередатчиках. Он довольно здоровый. Очень туго садится, ребята, этот кабелёчек. Два последних вывода у нас, естественно, как обычно, для OSD, для настройки её. Но, так понимаю, вот это видео плюс и минус. Причём ещё камера принимает очень широкий диапазон входящих напряжений, насколько помню, до 40 вольт. Сейчас мы проверим. От 5 до 40 вольт. На 5 вольт я не рекомендую подключать, потому что иногда 5 вольт просаживаются, да, чуть ли не до 4 до 3 вольт. На 12 вольт бег можно повесить, а можно даже, в принципе, напрямую на липоаккумулятор. Соответственно, плюс-минус видео. Это у нас идёт на плюс на ПДБ, чтобы датчик тока, который встроен внутри камеры, мог замерять напряжение. Также на камере есть зелёный проводок, вот этот вот, который идёт, я так понимаю, со встроенного микрофона. В камере есть микрофон, он спрятан внутри, и его теперь не задувает. Кстати, центр здесь действительно большой. Одна на 2,7 дюйма. То есть, матрица действительно большая. Сейчас мы, может, ещё откроем камеру и посмотрим, что внутри. Как я и ожидал. Во-первых, что мне понравилось, это болтики, которые здесь есть, они утоплены. Во-вторых, у нас болтики прижимают пластину не напрямую, а через вот такие силиконовые, наверное, колечки. Одно колечко здесь, одно колечко здесь. Итак, сама плата выглядит следующим образом. В этот раз это у нас CMOS сенсор. У него намного больше выводов. Это более современный, более продвинутый сенсор. Он действительно технологически намного больше подходит для того, что мы делаем. Здесь огромный процессор стоит в видео. Здесь также есть платка OSD, встроенный преобразователь напряжения, какая-то фильтрация, судя по всему, преобразователи здесь есть. Тем не менее, предупреждители рекомендуют, если вы используете регуляторы с активным торможением, то есть, в данном моменте это практически все, не использовать подключение напрямую к липу. То есть, либо использовать через бег, либо вешать большой конденсатор рядом с камерой, чтобы сглаживать пики. Микрофон, как я говорил, он есть. Он с передней стороны, но поскольку в корпусе у нас нет отверстий, чтобы задувал ветер туда, воздух не заходит внутрь. И, скорее всего, шума, именно ветра вы не будете слышать. Это очень хорошо. Сенсор, кроме того, имеет довольно действительно крупный размер. Это приятно. Да, кроме того, светофильтр у нас стоит на сенсоре, соответственно, вы можете ставить любую линзу сюда, и цвета у вас будут в порядке. Кроме того, сейчас вот я закрывать буду это все. У нас есть такой термоинтерфейс. Вот такая подушечка, жвачка, терможвачка, которая кладется вот сюда на видеопроцессор. Вообще, в камере, например, Aero V3 такая жвачка была. Она была намного тоньше, была прилеплена сюда. Да, здесь она теперь толще и прилеплена с другой стороны для отвода тепла на корпус. Корпус, видите, у нас в этом случае металлический, камера в металлическом корпусе. Это алюминий с магнием, что ли, что-то такое. Короче, там очень странная какая-то космическая технология. Термоинтерфейс будет придерживать сенсор в одном положении. На Aero V3 была небольшая проблема, что сенсор болтался внутри. Камера, кроме того, имеет OSD, точно так же, как и Aero V3, настраивается все с помощью вот этого вот пульта. Итак, чем же хороша эта камера? Многие не знают, что эта камера, это одна из камер нового поколения. Я еще вообще считаю, это камеры, камера нового поколения. Это Foxeer Monster и Rankom Eagle, который использует большой CMOS сенсор. Но, тем не менее, каким-то образом эффективно его успевают считывать и обрабатывать сигнал с него. Картинка получается восхитительная. Действительно, кто не летал на таких камерах, к сожалению, пока, наверное, не смогут оценить. Но картинка с таких камер действительно получается чуть ли не как с Konex, чуть ли не HD качество она имеет. У этой камеры действительно, на самом деле, разрешение картинки, то, которое она генерирует, от 1280 на 960, то есть это даже больше, чем 720p, зависит, конечно, от видеопередатчика. Насколько много строк вы можете передать, но, тем не менее, картинка получается просто забойная. Хорошо работает камера с переходами из светлого в темное помещение. Мы это посмотрим в тестовом видео в следующий раз. Очень она быстро переключается по сравнению с CCD-камерами, которым необходима секунда-полторы на переход. Эта камера переключается мгновенно. Все благодаря очень быстрому видеопроцессору, который используется в этой камере. Кроме того, камера видит очень и очень неплохо в темное время суток. Несмотря на то, что здесь стоит инфракрасный фильтр, она действительно хорошо видит ночью, видит, причем еще в цветном диапазоне. Она очень поздно переключается на черно-белый вариант, и даже если у вас сумерки, вы будете все видеть практически без шумов и в цветном варианте, благодаря очень крупному сенсору. Конечно же, очень хорошо, что здесь есть OSD встроенная, которая покажет вам ваш никнейм, ваш таймер и ваше напряжение. И на многих платах, например, на таких, как на Revolta, где нет возможности вывести OSD через полетный контроллер, эта тема поправляет, вы хотя бы видите, сколько у вас напряжения на батарейке. В целом, что я хочу сказать, камера отличная, сейчас она стоила на распродажах на GearBest вообще в районе 30 долларов, так у нее цена 35-37 долларов, очень хорошая цена за такую камеру. Картинку вы с этой камеры будете получать такую же, как, например, с Connex, почти, да. Кроме того, фоксир, как всегда, любит очень классно показывать зеленые цвета, очень классно передает анализству, но это мы увидим в следующем видео. На этом я бы хотел закончить, это распаковка, это как бы анонс этой серии роликов. Скоро будет обзор камеры C800T, но она стоит 20 баксов. Это психологический барьер для многих, и дороже этого многие камеры просто покупать не хотят. А на этом все, ребята, если вы понравились это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. Я буквально через день-два после выхода этого ролика покажу тест. Я прикреплю эту камеру на какой-нибудь из своих коптеров и полетаю, возможно, даже параллельно с обычной CCD-камерой. На этом все, пока!